Алексей Васильевич Гривцов тогда начнет с анализа современного состояния опыта Одинцовского района. Роза, Звенигород, дальше река уже почти приблизилась к Москве. Ну вот видите, Москва расширяется в сторону зеленой зоны. Вот зеленая зона получается сужается. Вот тут неожиданно вдруг появился помянутый эксклав. Вот он тут нарисован. Не знаю, хорошо ли видно. Который вообще непонятно, почему он тут образовался. Вот, Звенигород это вообще исторические места. Тут древние находки делали археологи, дядьковская культура, пришпинские места рядом находятся. К сожалению, там застройка на пришпинских местах в Парижне. Всего в Дельцовском районе 26 особо органимых территорий. Некоторые из них, я бы назвал, тысячники, занимают площадь более тысячи гектаров. Некоторые совсем небольшие. Среди больших территорий, например, самая большая территория, 3800 гектаров, лесный бассейн реки Парижне. Река Дубешни, это левый приток Москвы-реки, на 11 километров от Звенигорода. Вторая по площади территория, это долина реки Старошки, от Устья до Хакарова, так называется особо крайней территорией. Ну, я назову, может быть, третью территорию. Подушкинский лес, ну, это природный рекреационный комплекс. Кто проезжал по белорусскому направлению железной дороги, то видел, что Сколково отстраивается очень хорошо в разные стороны. Скоро, видимо, дорога, идущая от Сколково, захватит и Подушкинский лес. То есть там, конечно, проблемы. 2300 гектаров занимает Подушкинский лес. Ну, цены не только больших территорий, цены и малых территорий. Ну, вот 27 особо хранимых территорий. Интересно, встретилась заметка. Ну, я информацию-то давно знал. В книге Криведа, называется «Звенигород окрестности Криведа-Боровка». Откуда, собственно, в этих местах большое количество санаториев и домов отдыха. Откуда все это происходит. Ну, пожалуйста, вот тоже вам зачитаю. До войны, значит, Госплан СССР искрал, собственно, место Подмосково, где можно было бы организовать санатории в курортную местность. И, значит, пришли к выводу, что такая местность вблизи Звенигорода и находится. Сравнило экспедиции Глосплана. Две места Подмосковья. После войны уже еще раз начали искать места для расположения курортов. В первую очередь, санаториев и домов оздоровительных лагерей детских. И здесь уже поработал Центральный институт курортологии. Цитата. «По условиям расположения рельефа, характеру лесных массивов, водным фактором климатической и микроклиматической обстановки, лучшей местностью Подмосковья является район Звенигорода». Вот такое было решение. После этого стали выделять Госплан, стал выделять средства. И в конце 40-х годов, в начале 50-х, развернулось большое строительство санаториев детских лагерей оздоровительных. Именно из-за того, что здесь местность, которую называют также еще Подмосковь и Швейцарию, имеет хорошие микроклиматические параметры для проживания людей, для оздоровления. Район Звенигорода, к сожалению, эта система маленькая. И здесь помечено темным цветом. Это максимальная концентрация особо ценных природных объектов. Начиная примерно от Можайска, от Розы. Ну и далее вот этот Клин идет в Москве. Вот эти разрозненные 26 больших и малых особо хранениях территорий, настало время уже объединить в Адбор. Вот это я предлагаю в революции, если можно. Спасибо. Это обязательно будет включено, но, наверное, в более проширенном даже виде. Так, следовательно, Ивана Голочкова добавит буквально два слова по сторожке, которая обнималась. Два слова. Фотографии сторожки я теперь показывать не буду. Мы как бы нам их храним теперь, это уже наша секретная территория, потому что чем больше фотографий, тем больше застройщиков появляется там. Единственное, вот за практически 10 лет занимаюсь, но мало, то есть именно долина реки Старожка. И за это время жители окрестностей сделали выводы, что, значит, главный сапатаж происходит у нас от почему-то именно тех чиновников, которые должны сохранять как бы природные ресурсы России, также культурные наследия России. Значит, сделанная сторожка, она входит и является обрамлением федерального памятника Саймин-Старожевский монастырь, сделана зона охраны этого федерального памятника. Они камули в лето, лежат где-то под спудно в Минкульте Московской области. Зоны не утверждаются, то есть в этот момент можно строить там сейчас что угодно, несмотря на то, что это охраняемый ландшафт просто априори. Также в 2016 году завершены работы, выделены бюджетные средства на проведение установления границ, нанесены границы, когда строинженеров в тесном сотрудничестве с жителями близлежащих поселков сделали хорошие границы с 1964 года. Границы лежат неутвержденные, все застопорилось именно в Министерстве экологии Московской области. Ни туда, ни сюда. Участки земли, которые, ну, старушка, долина реки Старушки практически вся нашинкована на участке, часть участков они муниципальные. И вместо того, чтобы муниципалитету заниматься судебными разбирательствами и возвращением земли в муниципальную собственность, участки выставляются на продажу. Вот. Что у нас еще? Значит, то есть получается, что... Еще раз проект реорганизации. Что? Проект реорганизации. А, проект реорганизации, все, что было ценное, являлось культурным наследием и охраняемыми ландшафтами, то, что было в 1964 году, создана как у ОПТ «Долина реки Старушка», оно исключается из ОПТ. И то есть это все и по новому проекту Генплана. То есть это вся территория, несмотря на неоднократное публичное слушание. И куча писем. Все равно она отдается под застройку. Кроме того, как и ЖС, там присутствует малоэтажное строительство. То есть, как бы таковое, сторожки у нас и не остается, если нам не удается и отстоять. То есть получается, что... Мы оценим работу наших чиновников, которым мы платим свои деньги, платим налоги. То есть они проводят, получается, диверсионную деятельность против России. Больше мне сказать нечего. Еще тот вопрос был такой, что делать. Ну что, я считаю, что делать. Этот вопрос нам уже сказали наши отцы и деды. И в 41-м году они пришли и защищали Родину. Что? Еще могу сказать. Страва, страна огромная. Страва, смертный бой. С фашистской силой Грозной, с чиновничьей Ордой. Все. Спасибо.